МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадо-компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухо этим выпуску. У сябровства нема межау. У Гомель с визитом прибыла делегация Ассоцияции дружбы Швейцария-Беларусь. Оборона правоу и интереса упрацованных. На прямую линию по пытаннях незаконного звольнения за месяц звернулася каля 50 человек. Разом с батьком рух дворовых гульням проводить летнее спортивное споборництвы. А зараза б гэтым иншим больш падрабязна. Швейцария плануя поширать гуманитарные совязи с Гомельской в областью. Такое пожадание прогучало сёння пачас визиту делегации гэтай краины у наш регион. Особливая увага была нададена теме передоли ненаступства у Чарнобыльской катастрофы и оздоровления детей с потерпелых регионов. Дмитрий Котов с падрабязнастями. Ассоціяция дружбы Швейцария Беларусь была створена с метой поширения сябровских зносинов помиши дзюма краинами. Переважна размова идти об гуманитарной и культурной сферах. До речи, гэта перший визит представников ассоціации у Гомельскую в область. Першопочатково плановалося, что колькась замежных гостей будет значна большая. Однако за коронавирусу не смогли приехать медики и фармацевты. Тема эпидемиологичной ситуации была закранута по часу встречи со старшинёй Абалвы Конкама. Енаць Соловей рассказал об работе предприемства в непростых экономичных умовах. Далее керавник региона поведомил об развитии потерпелых от шарнобыльской катастрофы территорий и патрынцы проживающих там людей. Менавито гэтае пытание головное на парадку визиту швейцарской делегации. Супрационниство двух краин отличивая два десятки годов. Гэта тычится у першую чергу оздоровлений дятей. Задача членов ассоціации дружбы Швейцария Беларусь подчас визиту доведаться. Ти застаеце актуальна допомога прас 34 годы пасля аварии на ЧАЭС. Работа вместе с детьми – это очень позитивно, потому что до сих пор ещё видно, как дети становятся здоровее после посещения Швейцарии. И вы можете нам помочь найти ответы на эти вопросы, которые нам смогут смотивировать ещё большей семье Швейцарии поднять, подключить, чтобы они принимали к себе белорусских детей. Программа визиту довольно насыщенная. У Гомеля члены швейцарской делегации так само наведали Республиканский навыково-практичный центр радиационной медицины и экологии человека. За 18 годов своего иснования установа зарекомендовала себе самого лучшего боку, як на просторах Беларуси, так и суседних краин. Высокопрофессийный коллектив и сучасное технологичное обсталявание допомагают выращать самые складанные медицинские задачи. И тым приемней для замежных гостей доведаться, что их краина мае тесную совесть центра. У его будовнести примала удел проектная организация со Швейцарии. Як отзнашли члены делегации, убаченная саправды уражвая. Завтра их шакают новые знайомства и новые эмоции, что безумовно дозволить у будущим поширить супрацовниство. И это тычется не только шарнобыльской темы. Цель нашего сообщества это не только Чернобыль, но тоже разные сферы. Он очень широкий тип, что мы хотим сделать. И мы привезем с собой, конечно, очень много воспоминаний и тоже впечатлений про коммерческую область. И так как мы тоже хотим не только частные города, но чтобы все страны и все области Беларуси, все части работать вместе с Швейцарией. Визит швейцарской делегации протягнется наведыванием Хойницкого и Брагинского районов. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Областный клинический онкологический диспансер с этого дня переходит на работу в плановом парадке. Установа была перепрофилевана для оказания меддопомоги пациентам с коронавирусной инфекцией. На ГДМ в регионе уже вернулись до звычайного режима областный клинический скурно-венерологический диспансер, нейрологичное, гинекологичное и гастроэнтерологичное отделение областной клинической больницы. Проценить плановый парадок у Гомельские городские клинические больницы номер 2 и номер 4, а так само инфекционное отделение у Жловинской районной больницы. У МАЗИРским онкологическим диспансерам проич hinaus запропровка и оказывается допомогу стационарным отделением. У Речицкой районной больницы обновило работу урологичное отделение. Аутопарк Мазырских медиков обновился. Для городской детячей больницы и поликлиники номер 2 закупили легковые автомобили. Для станции худкой и неоткладной медицинской допомоги так само набыли спецтранспорт. Легковые машины потребны педиатрам и терапевтам на выклики по домах. Карета худкой допомоги обсталевана с участной техникой. Например, тут есть специальное кресло, которое поможет фельдшерам доставлять хворыху машину навод по крутой лестнице с высокого поверха. Пополнение аутопарку дозволит медикам выполнять свои задачи больше оперативно. Здесь имеется кислородная разводка по всей машине с баллонами. Два баллона по 10 литров, что дает возможность нам оказывать помощь на длительные расстояния. Также аппарат ДШ для дозирования и ведения лекарственных препаратов. Вот он. Дефибриллятор для проведения дефибрилляции. Электрокардиограф для электрокардиограмм. Также кислородный аппарат есть. Кислородный аппарат работает как в автономном, так и в ручном режиме. Можно оказывать помощь непосредственно в автомобиле и также на вызовах. С 15-го червяня Гомельское областное объединение профсоюзу проводит промые линии по пытаниях незаконного звольнения працевников. Их мета – проверка правильности применения обновленного працевного кодексу, який селета у вайшоу усилу. С початку работы горячих линий пройшоу амаль месяц. Специалисты подвели попередние выники работы. Подробностей – у наступном сюжете. До речи, деятельность горячих телефонных линий не обмяжовывается темой звольнения. Они допомагают выражать целый спектр проблем, которые могут возникать у працевников и наймальников. Таким чином юридичные послуги областного объединения профсоюзов стали, саправдой, запотрабованными. Обратилось 50 работников за разъяснением вопросов по трудовому законодательству. Они связаны были с трудовыми отношениями, с дистанционной формой работы. Сегодня 20 таких обращений находятся на контроле в областных отраслевых организациях. В отношении пяти работников удалось договориться с нанимателями найти компромиссное решение о продлении трудовых отношений на другой срок. В отношении двух работников составлены исковые заявления, и горячая линия продолжает свою работу. Приклад областного профсоюза працевников адукации и науки показывает. Не за усёды працадавцы памятуюсь об льготах и гарантах, які замацаваны у коллективном договоре. Нередко мотивом для спынения контракту становится пенсийный взросл. Организация нагадывает. Гэта суперешит дзеючему законодавству. Узаимодносины керавников и подначаленных пильно контролюются нормативными документами. Капдапамахчы працевникам сваёй галіны, профсоюз працевников адукации и науки выходит за рамки работы по телефоне. Областной комитет профсоюза, в частности, на этой неделе, на 10 число, запланировал проведение такого бесплатного семинара, где любой заинтересованный сможет подключиться к проведению этого семинара. Он будет проходить в режиме онлайн. Это может быть и руководитель, и инспектор по кадрам предварительно задать вопросы на интересующую тему. И в ходе обсуждения получить ответы, скажем так, и, может, ещё какие-то разъяснения, которые касаются конкретной этой темы. Ссылка на проведение семинара размещена на нашем сайте областного комитета профсоюза работников образования и науки. Дистанцийная работа застаётся важным элементом консультацийной дейности областного профсоюза. Эпидситуация в Украине значно поляпшается, а ли пытание Коншаткова не закрыто. Необходно выконовать рекомендации Министерства Аховы Здоровья. С девятого кроссовика и по гэтый день правовая инспекция областного профсоюза працует постоянно, але на одлеглости. Так само организация нагадывает про свои социальные сетки. И ещё один способ задать специалисту любое хвалюющее питание. Миколай Скинтиян, Валера Гапанько, телерадо и компания «Гомель». Отделу внутренних справ Калинковицкого райвы Конкама отзначил вековый юбилей. У лепени 1920 года створили волосную милицию третьего участка Речицкой милиции. Под обязанностью в наступном репортаже. Вековый юбилей со дня створения отдела – особливый день для Калинковицкой милиции. Напереды дни у гостя до коллег заглянул Александр Петрович Севярын. С 1983 года и на протягу наступных десяти годов юн узначалюю отделу. С 1983 года по 1992 год я возглавляю Калинковицкой внутренних дел. И в 50 лет я ухожу на пенсию в звании полковника. На старше время нахожусь на пенсии, так как заслужил ветеран труда МВД. Починал карьеру у органах внутренних справ тут же, одразу после армии. Успоминами об оперативных буднях Александр Петрович делится у музейным покоя Рауз. Тут собраны экспонаты, связанные с историей отдела. Разом с народом супрацовники прошли нелегкий долгий шлях. От заявления на мясовости волосной милиции третьего участка Речицкой милиции со штатом у девять человек до дня сегодняшнего. Мне нравится работать в данном коллективе, в данном отделе. Действительно, с 1991 года я работаю в данном ОВД Калинковицкой райисполкома. Рауз – у 2020-м гэта мнозство розных подразделеннів. Большість перышніх супрацовніков мають высшайшую юридычную адукацію, з'являються выпускниками юридычных факультетов университетов і академии МУС. Переемнасть поколеннів і сямейной династии – яще одна особливасть Калинковицкого Рауз. Більш за 20 супрацовніков отдела сьогодні протягують сімейні традиції. У сувізі з апедеміологічній ситуацією буйне урочистай мероприємства вырішено перенести. Милиціонеры заусіды на працівних місцях, каб абстановка у районі заставалася стабільной і контролюємай. Павел Міхно, припатримці телеканала «Мазыр». Сітуація з лясними пажарами стабілізавалася. Забарона на наведвання лясоу дзейнічає у п'яти районах Білорусі. Лясні прагулки пад забароною у Октябрськім і Мазырськім районах. Ацучвать ситуацію можна з допомогай інтерактивной карты на сайте Мінлясгаса. Інформація абнауляецца на працягу сягу дня. Нагадаєм, парушенні забароны на наведвання лясоу або патрабавання у пажарной бяспекі, якоя не патягнула прычынення шкоды, може караця попередженням ці штрафам до 25 базовых велічень. У выпадку знищення або пашкоджання лісу, парушальніку пагражає штраф до 50 базовых. У Гомілі стартовав лєтній футбольны кубок пад ігідай руху дворовых гульняв. Організаторы запрашаюць даудзелу усіх аматорів, незалежно от полу і узросту. Турніры проводяться кожний тиждень по понеделках і ауторках на стадионі школи номер 12. З поборністю проходять у двох узростових категориях до 14 годів і від 15. Удельничають команди по 5 гульців. Після кожного поєднку усім гульцам наличуються балы. Для того, щоб відвлечь ребят от планшетів, от телефонів і насправді для популяризации здорового образу жизни, ми все це і делаємо. Система фестивалей продумана именно таким образом, щоб ребята включалися сразу. І шли до конца. І те, хто максимальне кількість раз буде участвувати, у них, естественно, буде преимущество. Але, з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що є хлопці, які уїжджають куди, але їм ж теж интересно. І насправді, многим інтересно играти не ради очків, не ради побед, а ради, насправді, тусовки і двіжок. З поборністю проводяться другий год запор. Минулім літом до турніру долучилася каля 130-ти аматорів футболу. У планах і іншого з поборністю. 8 липня стартується воркаут-батлы. 9 липня запланований фестиваль по алтимат фризби. 11 липня – літній стритбольний турнір. Сама рэкордсмена зловіли жахары Мазыра. З Припяти яны вытягнули рыбу вагой 50 кілограмів. У даўжыню гігант не менші, чым 2 метры. Пад час рыбалкі выкрыстовувалі квок. Гэта ляскотка, што выклікае гуки приудары по воде, які і приваблююці рыбу. С сённяшня гадня спякотная надвор'я зменіцца прахалодай. Лівні і навальніцы, які прайшлі па паудньовому сходзі країны, пауплывалі на температурны фон. У бляжайшы час ў регіоні температура па ветра ў дзень не падыміцца вышэй за 23 градусы. Уначы чыкаецца каля 10. Спякота верніцца толькі ў суботу. А тым часам гамельчані, стомліныя спякотай і сонццем, радываліся долго чаканам ў дажджу. Разміщалі фото і відея ў соціяльных сетках. У непростай сітуація апынуліся нікаторые аутамабілісты, які трапілі на затопленые ўчасткі дарог. При гэтым узровінь сёнішніх апаткав был адносна невялікім – ўсяго 9 мм. Гэта і атак сама іншая навіны. Інформацію ап в праектах телерады ў кампаніі Гомель вы можыця знайсці на нашым сайті ў інтернеті па адрасі www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да новых сустрэчу ефіры. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студії Александр Гомоля. Здравствуйте. Под Гомелем водитель на Волге сбил велосипедиста. ДТП произошло в поселке Победа накануне вечером. По предварительной информации, велосипедист ехал по краю проезжей части. В попутном направлении двигался и автолюбитель на Волге. При повороте водитель совершил наезд. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и скорой помощи. После осмотра медиками велосипедиста отпустили домой. А это видео выложил в сеть очевидец из Гомеля. Мужчина снял ДТП, в котором автомобилиста снес два светофорных столба. Авария произошла на улице Плеханово. Водитель Ниссана столкнулся с автомобилем службы доставки продуктов и повалил два столба. К счастью, для пассажиров и водителей никто не пострадал. Две статьи в одном флаконе. Обыск оперативников увел жителя Житковичей на чистую воду. Мужчина задержан за хранение наркотиков и незаконный оборот огнестрельного оружия. Дома у подозреваемого была найдена банка с марихуаной и самодельный пистолет. Обычную пневматику мужчина переделал в огнестрельное оружие, способное вести стрельбу мелкокалиберными патронами. Поэтому в дополнение к наркотической статье добавилась еще одна. Незаконное действие в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Со слов задержанного, пистолет он нашел в лесу под Минском. Гонялся за попугаем. Необычный вызов поступил накануне около полуночи спасателям из Калинковичей. Дежурному сообщили, что на улице Ленинградской на дереве находится мужчина и самостоятельно не может спуститься. Оказалось, отважный калинковчанин хотел снять с ветки попугая. Взобрался на крону по стволу, а спуститься уже не смог. Спасатели воспользовались выдвижной лестницей и сняли мужчину с дерева. В медицинской помощи верхолаз не нуждался. И по предварительным сведениям так и не поймал попугая. В Гомеле трехлетний мальчик просунул голову между металлическими прутьями забора и застрял. Инцидент случился на минувших выходных у ограждения стадиона Гомсельмаш. По словам очевидцев, ребенок играл на улице и в какой-то момент из любопытства просунул голову между прутьями. А назад высунуть уже не получилось. Не смогли помочь мальчику и его родители. На помощь пришли работники МЧС. Специальным инструментом они разжали прутья забора. Все закончилось благополучно. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Во второй лиге чемпионата Беларуси по футболу сыгран 10-й тур. Все представители нашего региона проиграли. Петриковский шахтер потерпел первое поражение в сезоне. Причем уступили горняки прямому конкуренту в борьбе за первую строку в турнирной таблице группы «Б» Могилевскому Днепру. Шахтер сейчас на втором месте. Могилевчане на первом. Гомельский бомбром проиграл Виктории 0-3 и располагается на шестом месте в таблице группы «Б». Жлобин приехал в гости к СМИ «Автотранс» в девятером и был бит 1-10. Рогачевский Днепр уступил в гостях Осиповичем 1-3. В таблице чемпионата Днепр на восьмом месте, Жлобин на девятом. Житковический миллиоратор, выступающий в группе «А», десятый тур пропускал. Житковчане сейчас на третьем месте. В Гродно состоялось первенство Республики Беларусь по легкой атлетике. Состязались юноши и девушки в возрасте 15 лет и моложе. В командном зачете сборная Гомельской области остановилась в шаге от пьедестала на четвертом месте. В активе гомельских легкоатлетов три золотые награды. В толкании ядра лучшим стал Артур Артеменко. В секторе для метания копья победил Константин Любаев. В финальном забеге на полтора километра с препятствиями лучшее время показала Екатерина Шевченко. Также гомельчане завоевали 10 серебряных и 9 бронзовых наград. 23 пары спортсменов приняли участие во втором туре чемпионата Гомеля по пляжному волейболу. Турнир проходил на стадионе «Луч». У девушек за награды боролись 6 пар. Победу одержали Елена Глотенок и Наталья Стапук. В финале они были сильнее Алины Казаковой и Светланы Татур. У мужчин победу оспаривали 17 пар. В финальном противостоянии сошлись Николай Гончаров, Юрий Легоцкий и Андрей Сирош, Сергей Чайковский. Гончаров и Легоцкий взяли верх над конкурентами. На грибном канале в Заславле состоялись отборочные республиканские юниорские соревнования по академической гребле «Весенние грачи». Гомельские гребцы привезли с этого старта две серебряные награды. В Гомеле состязались каноисты и байдарочники. На грибном канале в Якубовке прошли чемпионат области среди взрослых и первенство среди юношей и девушек возрасте 16 лет и моложе. В командном зачете победу одержали спортсмены из Мозыря. На втором месте гомельчане замкнули тройку сильнейших представителей Рогачева. Гомельский дворец водных видов спорта принимал состязание Кубка области по плаваньем. Победу одержали хозяева гомельчане. Серебро у светлогорских спортсменов замкнули тройку сильнейших жлобенчане. Далее расположились команды Речицын и Мозыря. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин